Весна По поводу недорогих колледжей Автор вопроса слышал Что из колледжа за 12 Даже за 10 тысяч долларов Что по этому поводу я могу сказать Во-первых, друзья мои Вы должны понимать, что цена 12 и даже 10 тысяч долларов, это цена Не за все обучение А цена за Учебный год То есть в любом случае Если вы хотите получить Право на получение Postgraduate Permit Рабочая виза выпускника Ради чего, по большому счету, большинство студентов Наверное, 90% студентов В Канаде, они все так или иначе Вынашивают планы получить этот самый Postgraduate, для того, чтобы Потом зацепиться Я вам уже говорил о том, что Идеально вы должны закончить Программу минимум полуторалетней Идеально, минимум Однолетняя программа, как раз 10-12 тысяч Про которые спрашивает автор Это программа, которая будет длится 1 год Соответственно, вы получите на выходе Только визу на 1 год И я вам говорил о том, что есть риски Что если вы получите визу выпускника Всего на 1 год То тогда вы обязаны будете В первый же день действия визы Уже быть на работе И, соответственно, отработать Ровно день в день Вот сегодня 1 марта 2019 года Сегодня у вас в рабочей визе написано Что с 1 марта 2019 года вы должны будете отработать И вы должны будете отработать ровно год И не переставая Без отпусков Без, я не знаю, без каких-то болезней Без всего Ровно до 1 марта 2020 года Если у вас будет не хватать 2 дня 3 дня 1 дня Вас завернут Потому что вы не выполнили формальные требования Формальные требования говорят Что на смену статуса Могут претендовать те люди Которые работали 12 месяцев Не 11 месяцев и 28 дней А 12 месяцев Поэтому Ищите колледжи и программы Которые будут длиться более 1 года Хотя бы 1,5 Тогда у вас есть шанс Что вы получите рабочую визу на 2 года Теперь возвращаемся к самому вопросу По поводу 10-12 тысяч года Друзья мои Такие колледжи есть, наверное Я знаю, что самое-самое дешевое Программы есть в Нью-Брансвик И в провинции под названием Принц Эдуард Там есть колледжи, программы Которые по стоимости По-моему в районе То ли 12, то ли 14 тысяч долларов Для сравнения Монреальские программы Просто вы понимали разницу Масштаб Монреальские программы Это программы Которые стоят порядка 16-20 тысяч То есть вы выгадываете Ну добрых Ну сколько получается Добрых 2-3 тысячи долларов Вопрос, оно того стоит или нет Я не знаю Наверное стоит в плане того, что Где такие дешевые цены Там скорее всего будет дешевая жизнь Там скорее всего будет дешевая жизнь Но там не будет никакого тебе Культурного досуга И скорее всего Там тебе не будет рынка труда То есть это колледжи Которые вы закончили И вы должны будете просто Ракеты, ракеты Вот вы сегодня закончили Получили письмо о том, что Вы закончили программу Вы собираете манатки Просто буквально в тот же день Вы езжаете куда-нибудь В цивилизацию, где есть рынок труда Помятуя о том, что я вам сказал В начале этого видео Положительная новость заключается в том, что Теперь, в отличие от старой истории У тех, кто закончил университет У них есть не 90 дней на подачу На рабочие визы выпускника А 180 Это мега классно Потому что у вас получается Есть некий задел Для того, чтобы Пользуясь еще возможностью Наличия у вас Старого work permit Попытаться себе найти работу Но не обольщайтесь на самом деле Потому что поиск работы Это поиск, который Обычно в среднем занимает Несколько месяцев Просто имейте это в виду Теперь последний момент Да, что автор вопроса об этом сказал Но я тоже хочу об этом сказать в видео Что очень часто Те колледжи, которые Предлагают низкие цены Они не дают Post-grat-wood permit Они не являются кредитованными И после них нельзя претендовать На вот эту визу выпускника Поэтому время пребывания в Канаде В этом плане Становится абсолютно бессмысленным Потому что вы не получаете то Ради чего вы сюда приехали Поэтому внимательно Заходим на сайт Министерства иммиграции Заходим в раздел Designated Learning Institutions И смотрим там Тот колледж Который вы собираетесь поступать Обратите внимание Что там есть такая история Что есть программы Которые имеют аккредитацию Есть те, которые не имеют аккредитацию От этого тоже может зависеть цена Что если вы будете учиться На каком-нибудь программе Которая, условно говоря Стоит 10 тысяч в год Опять же в год Вы посмотрели небрежно Вроде как в списке Designated Learning Institution Этот институт есть Закончили его Потом выяснилось Что именно программа Которая стоила 10 тысяч долларов Она не имеет аккредитации И поэтому вы не можете претендовать на то Чтобы получить Свою заветную рабочую Вот такие вот нюансы Еще раз повторяю Что ценные Есть буквально в парочке мест Какие эти места Я уже озвучил Поэтому если вам Если вы очень сильно стеснены В бюджете То смотрите туда И туда Вот Но в любом случае Еще раз говорю Что Есть много нюансов Которые вы должны учитывать Затем откланиваюсь Всем отличных выходных И счастливо Пока